Разность боковых сторон треугольника равна 2, а основание в 3 раза больше, меньше из них. Значит, есть треугольник с тремя стороны. Разность В минус А это 2. Основание в 3 раза больше, меньше из них. Неравенство треугольника является не только необходимым, но и достаточным для существования треугольника. Я это не объяснял, но если подумать, посмотрите, какая история. Представьте себе, что у вас есть 3 положительных длины, и для них выполнены такие штуки. Почему тогда будет треугольник? Это понять очень легко. Берете самый длинный отрезок. Пусть это будет, например, отрезок АС. Остальные 2 короче. Почему вот эти неравенства являются не просто каким-то свойством треугольника, но почему, если они верны, то треугольник существует. Для определенности. Пусть АС с самой длинной стороны. Если вы знаете длину отрезка АВ, то фактически это означает, что точка В лежит где-то на округности с центром А. Так? Если вы знаете длину отрезка ВС, то точка В лежит где-то здесь. Вот такая картинка невозможна. Почему? Это понятная вещь. Хорошо. Значит, нужно, давайте. А нужно то, что может идти? Да. Что периметра? Больше? Да. Есть разные известные слова. Есть какого-то преугольника, или остроугольника, или тупоугольника, да? А вот развернутого треугольника на свете нет. Нет такого темы. Поэтому я просто не понимаю, о чем вы спросите сейчас. Это у вас зовут Ленин сейчас. Что такое? А, это называется вырожденный. Вырожденный. Когда три вершины лежат на одной треугольнике, это не треугольник, стром говорит, а говорят, что конструкция вырождается. Нет, здесь настоящий треугольник. Настоящий. Когда в геометрии говорят треугольник, в школьной геометрии, то имеете ли вы именно треугольник? Вот. Это уже называется потом, уже будете взрослые, будете все разводить. Вот, пока давайте говорить все точно. Да? Ну, вы доказали. Вы доказали. Для начала, пускай одна сторона у нас будет x. Нет, стона будет правозначена. А, b, c. Не надо по-другому это значить. Длинная? Длинная сторона. А, b, c. Вот это и есть, не самые длинные сторон. Оттого, что вы напишете другие буквы, вы не сдвинетесь в решение. Идите, перепишите свое решение, всякие слова, и будет лучше. Так, окей, дальше. Такое, ну, короче, дальше вот эта вот сторона идет в одну сторону пиарности. Да. А, а, а плюс 2 плюс 3. Двойка у нас уже есть, то есть нам нужно получить, что 5а больше, чем 5 на 2 трети. Это 3 и 1 третья. То есть вот это вот у нас, вот это вот у нас есть минимум с 5а. И 1 больше, чем 4, значит, больше доказательства. Спасибо. b больше, чем c. Значит, по условию, c больше чем 2 умножить на а. Так как x равен а умножить на 2. По условию, c... А, это мы вместо c подставили 3а. Да, b больше чем 2, да, согласен. А, значит, b больше чем 2. То больше чем 2. Да. Да, и также по литературе получается, что c плюс 2. А, извините, больше а. Да. И по плюсу, то есть, пиар. Больше, чем 2. Б больше чем 2. b плюс c. Да. Больше а. Хорошо. В этом моменте, как известно, что на зоне у нас есть. Просто b больше чем 1, да. Да. По этому моменту, мы понимаем, что b меньше, чем 4а. Да. Значит, если взять любое b, например, если b не равно 4а. Почему? Почему оно равно? b меньше, чем 4а. Чисел меньше, чем 4а бесконечно много. Смотрите, это, ну, то есть, следующая связь. Смотрите, господа. Господи, как я отвечу. Когда вы доказываете неравенство, то, разумеется, надо понимать, что чисел очень много. И поэтому вот эта идея, а я посмотрю-ка для только одного какого-то значения, ну, как, она часто дает правильный ответ. Потому что часто бывает, что, наверное, все числа будут все время не хватать. Но, строго говоря, все совсем не хватать. Так, давайте разбираться с их решением. Неравенство угодников или выписано? а плюс b больше c, а плюс c больше b, b плюс c больше а. В чем проблема дальше? В том, что вы, вместо того, чтобы работать, переходя все время от одного неравенца к такому-такому-такому, ну, прощайтесь, ребята, вы как-то пытались сами себя задать, господа, у нас по условию задачи выполнялись такие равенства, правильно? Что разумно делать, когда вам даны эти два равенства? Просто, понимаете, переписать все через букву а. То есть, написано, а плюс b больше c. Отлично. А плюс а плюс 2 больше, чем 3а. Написано, c плюс а. 3а плюс а больше, чем а плюс 2. b плюс c. а плюс 2 плюс 3а больше, чем а. Заметьте, чем отличается тяжеление от того, что вы делали. Вы применяли интеллект. Я просто выписал три неравенства. После этого везде вместо b и c подставил значение, понимаете? Это операция в каком-то смысле механической, правильно? А теперь уже довольно многое видно. Вот это верно само по себе. Поэтому его можно не висеть. Вот это что означает? Что а меньше, чем а. Что 2а больше а. Да еще такая перестановка все время, там левая и правая часть поменяет. Это хорошо было третий год обсчитать. Но теперь обсчитывать не 2а больше, чем а. Отлично. А здесь что 3а больше чем 2а. Правильно? Да. Так. Уже понятия не скажешь. Число а у нас меньше 2 и больше, чем 2 третих. Так? Да. И все. И больше никаких требований не разница треугольника на величину а, ни на плату. То есть в качестве а можно брать любое число. Заметьте, это бесконечно много. Что такое периметр? Это а. А и 2. 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 5а плюс 2. Согласны? Да. Замечательно. А теперь, как узнаем, в каких пределах меняется величина. Если у нас известно, что а от 2 третиха, то очень просто. 5а плюс 2. Меньше, чем 5 умножить на 2, плюс 2. И больше, чем 5 умножить на 2 третих плюс 2. Согласны? Ну, замечательно. Это число, наверное, всем понятно, что это 12. А это число, это 16 третьих. Или, если угодно, это 5 целых и 1 третих. Согласны? В задаче просили доказать, что больше, чем 5. Но, действительно, 5 целых и 1 третьих плюс 2. Что такое? Ну, я думаю. Почему? Хорошо.